Иран играет за Россию и готовится к ядерной войне. Я, допуская, что Российская Федерация есть главным партнером Ирана, создание ядерного оружия или передача отдельных технологий, которые помогают создать ядерное оружие, это было бы абсолютно логично, иначе бы Иран не пошел на такие риски, как участие агрессии против Украины. В обмен Иран точно требовал от России что-то очень весомое. В обход санкций и грубого нарушения резолюции ООН иранцы идут на преступный сговор с Кремлем и продают дроны, которыми Россия терроризирует мирное население Украины. У меня вопрос к вам. Зачем Россия платит за это? Неужели Иран заинтересовали только деньги? Вероятнее всего не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе. Вероятнее всего именно такая суть их альянса. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы не допустить расследования использования иранского оружия в Украине. Международное агентство по атомной энергии заявляет, Иран на пороге создания атомной бомбы. Иран быстро завершил установку семи комплексов центрифуг, которые были на начальной стадии установки 31 августа. В комплекс входит одна центрифуга ИР-4, И-6, ИР-2М. Иран планирует добавить еще три каскада ИР-2М в дополнение к 12 уже установленным. Все центрифуги по обогащению в Натанзе производили газообразный гексавторид урана, обогащенный до 5%. МАГАТЭ. За 2021 год запасы обогащенного урана в 16 раз превысили количество допустимое по договору 2015 года. Кроме того, по данным агентства, Иран произвел обогащенного до 20% металлического урана. Это является третьим шагом в четырехэтапном плане Ирана. Четвертый предполагает изготовление топливной пластины реактора. Это обстоятельства и отсутствие прогресса в переговорах с Ираном не позволяют четко удостовериться в мирном характере атомной программы страны. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Америка призывает закончить ядерную эскалацию и вернуться за стол переговоров. Но имея в союзниках Кремль, Иран не спешит обсуждать ядерную сделку. Сейчас впервые во внешнюю политику возвращаются бесноватые ноты. Иран давно мечтает попасть в список ядерных держав. Иранская республика заинтересовалась сразу после создания ядерными программами. На самом деле ядерные проекты вынашивал еще предыдущий режим. Режим Шаха. Тогда он был не очень близок к ядерному оружию, но разрабатывался мирный атом. Строительство атомных электростанций, история ядерного Ирана давняя. Но США наложили санкции на Иран сразу после Исламской революции в 1979 году. И только после соглашения в 2015 США и ЕС заявили о снятии санкций против Ирана. Это было роковой ошибкой, считает эксперт. Иранцы продолжили ядерную программу. Возможно, не в таких темпах, но продолжили. С одной стороны, а с другой стороны, очень резко нарастили усилия по ракетной программе. И последствия мы сегодня наблюдаем на нашей территории. Программу дронов, программу вооружения и политику экспансии на Ближнем Востоке. Сегодня США, Великобритания и Франция заявляют, что, поставляя беспилотники России, Иран нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, одобрившую ядерное соглашение 2015 года между Ираном и шестью государствами. Это резолюция, которая ограничивает экспорт и импорт компонентов ракет и соответствующих технологий. Действует как минимум до октября 2023 года. Туда попадают также беспилотники. Знаю, насколько они успешно в таких же условиях создали свой ракетный потенциал плеяды баллистических ракет, которые сейчас проходят модернизацию для улучшения точности. И ракеты на несколько тысяч километров могут летать точностью 10 метров. Могу сказать, единственное ограничение по ядерной программе – это количество центрифуг, которые они обогащают, которые наверняка сейчас работают 24 на 7. Об этом из года в год говорят эксперты МАГАТЭТИ. Иран отказывается выполнять часть обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, несмотря на запрет обогащать уран до 3,67. Еще в 2019 году МАГАТЭ фиксирует до уровня в 4,5%. Более того, Иран вводит в эксплуатацию все больше передовых центрифуг, которые запрещено использовать для производства обогащенного урана. Единственная центрифуга, которую Иран может использовать по соглашению – это IR-1 первого поколения. В Натанзе заметна эксплуатация третьего каскада модифицированных центрифуг АР-6, а в ночь на 23 февраля 2022 года вступила в силу решения, ограничивающая инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран указал, что при необходимости обогатит уран до показателя существенно превышающего международной договоренности. Мы можем обогатить его до уровня в 60%. Верховный лидер Ирана Айаталла Али Хаминеи. Такие заявления весьма сильно насторожили Израиль и Саудовскую Аравию. Израиль неоднократно предупреждал, что если Иран не прекратит разработку ядерного оружия и добьется в этом направлении заметного успеха, он оставляет за собой право превентивного удара. Израиль уже совершил ряд позитивных операций через свою агентуру, кибервойска, свои по атомной инфраструктуре. Однажды они перехватили инициативу центрифу, разогнали их до максимальной скорости и они сломались. В другой раз они смогли взорвать один из объектов, который был задействован в ядерной военной программе. Но зная сегодня союзника Ирана, всему миру стоит быть на чеку.